Всем привет! Сегодня хочу рассказать про резиночки. Итак, первая резиночка это кособейка. Она очень эластичная и она предназначена для обработки срезов. То есть она непосредственно близко к телу и особенно в местах трения. И плюс она такая тоненькая, чтобы не утолщать сам шов, чтобы нам было комфортно носить. Поэтому именно ее я использую для обработки срезов трусиков. То есть по этой стороне, в самых интимных местах соответственно. Дальше расскажу про резиночку для обработки. Нет, это не для обработки. Эта резиночка используется для стана бюстгальтера, например. Для среза трусиков по верху. То есть это как раз когда трусики у нас не стринги с регуляторами. Сейчас ухожу. Когда вот такие вот стандартные трусики и верхний срез мы обрабатываем этой резиночкой. Для регуляторов эта резиночка не очень подойдет, потому что здесь есть фистон, который будет либо затормаживать движение регулятора, либо не по размеру стандартному с регулятором и будет некомфортно передвигать. При этом она менее эластичная и со временем все же она вытянется. Как и эластичная бейка. Ее тоже я бы не рекомендовала использовать для основной линии нашей по талии для регуляторов, потому что она должна быть в связке с каким-то материалом. Если она сама по себе, то она очень быстро вытягивается, теряет свою форму. Ну и соответственно трусики быстро приходят в негодность. Самая крепкая, самая менее эластичная из резинок это бретель. И она идет двухслойная. С одной стороны у нее есть лицевая сторона, она либо глянцевая, либо матовая, по вкусу подбирает каждый под себя. А с другой стороны она бархатистая и мягкая, непосредственно для касания с телом. Именно ее я ставлю на стринге в регулятор. Во-первых, размер стандартный и регулятор плотно сидит, потому что она сама по себе плотная и регулятор не будет болтаться, а не будет постоянно съезжать. Во-вторых, она предусмотрена для тяжелой такой эксплуатации, когда она в бюстгальтере держит грудь, соответственно она выдержит постоянное натягивание и растягивание. Эта резинка достаточно плотная, при этом она тянется, соответственно у нее будет долгий срок эксплуатации. Поэтому именно ее я использую для боковой вставки, для регуляции на стрингах. Есть еще становая резинка, более плотная, плотнее, чем вот эта. То есть это такая более тоненькая. Ее даже для обработки срезов ног можно использовать, благодаря тому, что она такая тоненькая, маленькая. А эта вот непосредственно на стан, то есть она пошире будет и чуть-чуть поплотнее. Но в принципе обе эти резиночки подходят на обработку стана, как раз таки у бюстгальтера или обработку среза трусиков по талии. Спасибо за просмотр, надеюсь это видео было для вас полезным.